Вот, несмотря на ужасное самочувствие, мы продолжаем работать, движемся вперед, но перед тем как говорить о завершении этой истории, мы все-таки чуть-чуть вернемся и посмотрим на Ивишу, Шунамес и на вообще всю эту ситуацию, может быть, немножко с другой стороны. А может она верит, там где она прибежала, упала на море? Да, она прибежала, бросилась в ноги пророку после смерти сына. Это естественный вопрос, который задается в этой истории. Как же так получилось, что пророк Ивиша споткнулся в своем решении дать благословение на детей этой женщине? Как же так получилось, что эта женщина как бы оказалась более подкованной в области пророчества, но в этом конкретном моменте, чем даже сам пророк Ивиша, она чувствовала, что дело плохо. Она чувствовала, что не получится ничего с этим ребенком путьного. И когда, вот эта вся история описывается, и когда пророк Ивиша ищет, чем отблагодарить эту женщину? Ивиша и Гейхазе не сам Ивиша, ученик Ивиша и Гейхазе подсказывает, что у женщины нет сына, а муж ее старый, то есть вроде бы тоже не способен. Тогда Ивиша зовет ее и говорит, что в это же время, когда все будут живы-здоровы, ты обнимешь сына. Такая странная формулировка. А она ему отвечает, не обманывая свою рабыню. То есть получается, что Шунамис сама была в большом сомнении по поводу всей этой ситуации с чудесным появлением ребенка. Не нравилось ей что-то в этом? Но мы вроде бы начали говорить о том, что слова, которые выбрал пророк Ивиша, они ее немножко напугали. Ты обнимешь ребенка. Как будто он хотел выразиться просто так красиво. Не просто у тебя родится ребенок, а сказать как-то более оригинально. Покрасивее сказать. Естественно, это не относится к пророку. Пророк выбирает именно те слова, которые должны быть. А из этих слов она почувствовала, что обнять ребенка ей придется, но недолго она будет его обнимать. То есть она обнимет ребенка, а потом что-то будет плохое после этого. То есть это будет не навсегда, короче говоря. Она как-то почувствовала, что ей придется испытать это великое счастье, обнять ребенка. Но это великое счастье быстро закончится. Так она это поняла. И поэтому она сказала, не обманывая свою рабыню. Замечательно, что Ильиша ничего же ей на это не говорит. Он никак на это вообще не реагирует. Как будто просто пропускает мимо ушей. То есть он, видимо, считает, он уверен, что у него все получится замечательно. Но в конечном счете. Ильиша получил двойную силу от пророка Ильява, от своего учителя. И он настолько уверен в этой огромной силе, что он даже не слышит вот этой тревоги, этого сомнения. Он как бы не обращает на него внимания. У него есть информация. Он знает. Он дал свое благословение на то, чтобы у этой женщины родился ребенок. Какие могут быть вопросы? Он родится, и все будет хорошо. А она как чувствует? Что-то не так. Что им не нравится, нам, безусловно, нужно разобраться. Потому что женщина это была выдающейся, о простых людях в Танахе так долго и подробно, они, конечно, не рассказывают. Великая, выдающаяся женщина во всех отношениях, очень-очень интересный человек. Она что-то поняла. Такое, что, может быть, даже пророк Ильиша понял позже ее. Он, конечно, в этом разобрался, но позднее. Когда начались неприятности, когда произошла беда, тогда и он, конечно, за одним числом разобрался во всем, что случилось. Но она как будто бы это сделала быстрее. Что происходит? Именно тогда, когда этот ребенок идет к своему отцу в поле, то есть там все занимаются жатвой, и ребенок идет к отцу в поле. В этот момент как раз ребенок плохо себя чувствует и фактически теряет сознание. Именно рядом с отцом. То есть вот как будто бы здесь написано, что он ушел от матери, мы немножко глубже разбираем эту историю сейчас, как будто вот он отдалился от матери, здесь написано, пришел к отцу, и как только он соединился с отцом, пришел к нему, произошла катастрофа. Явного вида здесь, какого-то явного намека, конечно, никакого нет. Потому что в конце концов рассказывается история. И история эта имеет четкие свои события, грани. Женщина, выдающаяся, помогала пророку Ильише, он благословил ее, чтобы у нее родился ребенок. Ребенок пошел к своему папе, когда тот был в поле, работал. Ничего такого вроде бы особенного не происходит, там ребенку становится плохо, и отец почему-то говорит, несите к матери ребенка, немедленно несите к матери. То есть отец как будто бы тоже чувствует, что это неправильно, что ребенок был со мной. То есть ребенок рядом со мной, как будто бы должно было бы стать плохо. Поэтому надо для того, чтобы ему стало опять хорошо, чтобы прошел этот страшный приступ, чтобы ребенок немедленно вернулся к матери. Немедленно ребенка несут к матери. И мать сажает его себе на колени. И все. И никаких врачей. И никаких лекарств. Она просто сажает его к себе на колени, просто обнимает его. В конце концов, пророк Ильиша же ей сказал, отховекесбет, ты обнимешь сына. Значит, наверное, это главное лекарство, обнимать сына. Вот она обнимает его, и сын умирает. Еще одна исключительно важная подробность, что ребенок говорил руши-руши. Голова моя, голова моя, когда ему стало плохо. Плохо именно с головой. В общем, все эти загадки нуждаются в серьезном изучении и в нахождении ответа на все эти вопросы. Как мы выучили в прошлый раз мертвого ребенка, что нами сположила на кровать пророка Ильиши. Ту самую кровать, которую она специально в своем доме устроила, чтобы, когда пророк Ильиши к ней приезжает, его принимать. То есть то место, где он спал. Закрыла дверь и ушла. После чего она говорит своему мужу, что она идет к Божьему человеку и скоро вернется. Муж, который даже не знает о том, что его сын умер, она даже не сказала им, что умер ребенок. Она просто взяла ребенка, положила его на кровать, вроде бы как бы болеет, плохо себя чувствует, ничего-ничего, все пройдет, надо сходить к пророку. И муж спрашивает ее, зачем ты идешь сегодня ни суббота, ни новомесячь. Из чего мы учим, что к своему равину надо ходить по субботам и по новомесячям. То есть в праздники нужно проводить со своим равином. Вместо того, чтобы ей как-то ответить мужу, она говорит мужу, шалом, пока. И уходит. Никаких разговоров с мужем нет. Вообще. Никакой информации. У нее нет возможности, нет времени, для чего объяснять. И она с огромной скоростью буквально тут же пересекает всю долину, идет очень-очень быстро на гору Кармель, ту самую гору, где находится пророк Ильиша сейчас, где когда-то он впервые появился, когда пророк Ильяр там устраивал состязание с пророком Ильбалом. И тут мы как раз оставили этих людей в совершенно отчаянном положении, когда пророк Ильиша посылает своего ученика к Гейхази, который уже разговаривал с этой шунами. Несмотря на то, что муж у нее был старый, сама она, женщина, была очень еще видная и не старая. И этот Гейхази, ученик пророка Ильиша, он уже с ней разговаривал. И сейчас пророк Ильиша опять его туда посылает, разговаривает с ней. И опять написано, что это не просто Гейхази, а что это Гейхази на Орой. Гейхази юноша его, его ученик. Вот это шунами, говорит Ильиша, обращаясь к Гейхази. Беги навстречу к ней и скажи, все ли хорошо с твоим мужем и с твоим сыном. Удивительно, что он спрашивает ее про мужа. Какие могут быть сомнения? Муж старый, но он предполагает, что, может быть, муж заболел совсем сильно, и муж умирает, и нужна ему помощь. Не обратили внимания на этот прошлый раз, а это удивительный момент. Первое предположение пророка Ильиша, что проблемы с мужем, потому что проблем с ребенком-то не может быть, Ильиша-то уверен, что проблем с ребенком не может быть, но какие могут? Он же дал благословение свое, великое, могучее благословение. А ребенок мертвый. И она отвечает, шалом, дорогая, шалом у нее. Все хорошо. И тем не менее, продолжает прорываться к пророку. Продолжает идти к лифу. И ее вот это вот совершенно железобетонное самообладание невероятное, оно изменяет, как мы говорим, только тогда, когда она доходит до пророка Ильиша и буквально вот прыжком, броском падает ему в ноги, хватает его за ноги и вот в таком положении застывает. То есть срыв нервный у этой женщины, которая потеряла ребенка, начинается только сейчас. Он уже не имела права так хватать его за ноги, наверное, да, раз так было. Ой, право. Ну я понимаю, что когда такое случается, так ни о чем не думаешь вообще. Да, она, в общем, не соображала, что она делала, конечно, в этот момент, но она хотела показать, что она не отпустит его никоим образом. Что он обязательно должен пойти с ним. что бы с ним тут не происходило, на какой бы прямой связи с Богом он не находился, какие бы великие проблемы сейчас мировые он не решал, может, там война между кем-то и кем-то, может, какого-то царя надо на место поставить. у пророков же совершенно, спасибо большое, весь больной, грандиозные, грандиозные задачи и цели у пророков. Как же так? Как можно прерывать такого важного человека в середине его рабочего дня? И тут происходит катастрофа. Катастрофа, которая, чтобы понять масштабы, понять разрушительную силу того, что случилось, нам, слово, надо вернуться к описанию возникновения христианской религии в трактате Сангенов. Я напоминаю вам, мы говорили об этом в прошлый раз, что эти два случая, эти две пары учителя-ученик, они одновременно там, значит, в трактате Сангеновин приводятся. С одной стороны, первая пара это Илишия Кейхази, пророков-ученик, да? И вторая пара это Рабия Шубен Мхерахия и основатель христианской религии. Две пары. Учитель и ученик. Естественно, что мы судим по ученику об учителе и по учителе об ученике, да? То есть это пара, это отношение двухстороннее. То есть если мы видим какого-то человека, он говорит, я ученик такого, да? Это о нем говорит. То же самое, абсолютно в другую сторону. Когда мы видим человека и мы думаем про него, о, так он же учитель вон того. Это тоже о нем говорит. Естественно. То есть эти две пары, которых абсолютно безусловные, абсолютно великие фигуры учителей. И пророк Ириша безусловная, несомненная фигура. И раби Яшобин Мерахия, глава поколения, величайший мудрец, просто спаситель ортодоксального иудаизма. Потому что мы с вами говорили, он приехал, вернулся в Эрцисроэль, там сплошные саддукеи, там все вообще захватили, и он выдавил буквально по одному этих саддукеев из Сангедрина, поставил нормальных людей, спас ортодоксальную великий человек. И фигуры учеников, много про них говорить-то не надо, то есть в начале трактата, в начале последней главы трактата Сангедрина перечисляются три царя и четыре не царя, которые лишены доли в будущем мире. То есть люди, которые потеряли самую главную духовную награду, которую может получить человек. Среди них гейхазин, ученик пророка Ириша. Это первая пара Завтелиш и гейхазин. Ну и вторая пара замечательная про человека, о котором мы говорим во второй паре, про ученика из второй пары. Мы с вами учили, знаем, где он там находится, написано в трактате Ирвина, в Талмуде, где он находится и что с ним там делали, где он находится. И при включенной камере мы, конечно, об этом говорить не будем. Понимаете, то есть это непонятное вообще совершенно место. И в Талмуде, в еврейской истории. Как это так, чтобы у таких абсолютно несомненных потрясающих учителей возникали такие абсолютно несомненные потрясающие ученики? Только это с одним знаком, это с другим. Что происходит? Я напоминаю, чтобы понять масштаб катастрофы, которая происходит в тот момент, когда шунами сбросается в ноги пророку Ильиш, чтобы понять масштаб катастрофы, я напоминаю вторую катастрофу из Рабиашуба Эмпирахи и его ученика. За что? Почему был выгнан ученик? За что Рабиашуба Эмпирахи выгнал этого человека? За то, что он сказал про одну женщину, которая была хозяйкой и постояла в дворе, напоминаю вам текст Талмуда, который долго хранился в изданиях мусульманских странах за цензуры, запрещали это все публиковать. Эйнея трутой, что ее глаза кривые. То есть он всего-то и сказал будущее. Вот такой известный человек во всем мире, ученик Рабиашуба Эмпирахи. Он всего-то и сказал, что хозяйка кривоглазая. Зачем он сказал, что она кривоглазая? Ну, он обратил внимание, что очень некрасивая такая кривоглазая хозяйка. кривоглазая. да, кривые у нее глаза. Рабиашуба, подождите, вы меня жените, это вы говорите о ком, о том и этом самом. Об этом самом, да. О том, да, о том и этом, да, самом. да. Правда, тут не складывается, потому что я так понимал, что это человека никогда не существовало. Ну, вы что, не были, у нас была огромная лекция на эту тему, вы же были, вы сидели, мы с вами, что есть две версии, эта лекция закрытая, если хотите, вы ее можете переслушать, у нас есть пароль, по которому там люди заходят, после того, как я их 20 раз проверяю, что за люди, они переслушивают этот урок, это же известно, там вся информация, вся талантливическая информация про него есть. Да, 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 собирать ногти. Так мы говорим про первого, про основного, про такого, который ученик радиошума и оператор. Так вот, он всего-то это и сказал, чего ему не понравилось с ее глазами, что это такое, но какой-то, какая-то проблема с женским полом. Человек обращает внимание на женщину в негативном плане и говорит, что вот у нее с лицом что-то не то, глаза кривые. И тут ему говорит, рабея шумная пирахия, роша, злодей. Да как оттого, ты этим занимаешься, ты вообще на что смотришь и о чем говоришь. И в гаде, это вот. За одну фразу. За одну фразу. За одну фразу. И отсюда начинается история новой религии. Понимаете? Веселая история новой религии начинается с одного слова кривоглазая хозяйка. Значит, что мы отсюда видим? Что, если бы мы с вами что-то такое сказали, нас никто бы никуда не выгнал и вообще не обратил у нас никакого внимания. Почему? Потому что мы не ученики раби Ашубен Пирахи. Мы не стоим там, где стоит человек, который не может сказать лишнее слово. Он как бы, знаете, на вершине мира находится и у него там каждое слово, которое он произносит, оно Бог знает сколько весит. Из-за того, что он там находится, он столько знает. С ним, с этим человеком раби Ашубен Пирахи он бежал со святой земли. Он никого с собой не взял. Это был его единственный ученик, который он взял с собой в Египет. И в Египте он там отсиживался, пока были страшные кзейрыс, Александр Янай убивал равинов, этот чудовищный тиран. Потом это все закончилось, он с ним возвращается. Правая рука величайшего человека. И вдруг какой-то вот срыв. Не то, что этот человек делает. В его положении, но это почти же следующая глава поколения. Ученик величайшего раввина это почти что без пяти, без десяти, без двадцати в конце концов минут глава поколения. И вдруг он начинает говорить вещи, которые не может сказать на руководитель еврейского народа. То есть мы, да, и вообще в этом ничего страшного нет. Неприятно, нехорошо, так нехорошо говорить про женщину, все это понятно. Не надо так говорить, да, но катастрофы-то вроде нет, но на его уровне для как бы кандидата на такую должность такое сказать и тогда в катастрофе. Они же Талмудову обвиняют. Конечно, обвиняют. Мы же учили это место с вами тогда. А, так там написано, что всегда левая рука должна отталкивать, но правое приближают. То есть, конечно, нужно воспитывать, конечно, нужно бить по голове, но при этом нужно и обнимать, и целовать тоже. И написано про Бешуэн-Берахи, что после этой истории, что он оттолкнул этого человека бештееда двумя руками. То есть он не использовал свою правую, нежную, он не вернул его, недостаточно мягко с ним обошелся. Даже если он обошелся с ним достаточно мягко, вообще, как вы понимаете, вся история человечества уехала бы вообще в непредсказуемом направлении. Мы бы вообще просто не знаем, как сегодня выглядел бы мир, где вы жили, и что происходило, если бы эти отношения сложились по-другому. Так или иначе, что произошло в первой паре? Почему я вспомнил про вторую, чтобы понять, что произошло в первой, что Ильишу тоже обвиняют. Ильишу тоже обвиняют излишней резкости. Что Гейхази, его ученик, его юноша, тоже пропал из-за его излишней резкости. Но тут проблема была пострашнее. А что он сделал? Пока он сделал то, что не заметил даже пророк Ильиша. Раби Ашуб бен Пирахи, который знал естественную историю пророка Ильиша, и знал прекрасную историю Гейхази, и знал, что сделал Гейхази, он, видимо, был гораздо более внимательен. Он смотрел за своим учеником в четыре глаза. А пророка Ильиша видно только в два. Видите, он очень доверял своему благословению, что с ребенком будет все в порядке, очень доверял своему ученику великому. Великий был человек. То, что он великий, никаких справиться с собой не мог вообще. Так вот, некрасиво это естественно, когда женщина бросается на пророка, прямо на него физически, и начинает его за ноги обнимать. Неправильно. Поэтому ученик пророка, ну как полагается правильному ученику, должен защитить своего равяна. Мы, товарищ север, близко не можем представить, что может произойти с человеком, например, если иметь в виду хасидские направления иудаизма, если кто-нибудь подойдет к хасидскому равяне и попытается вступить с ним хоть какой-то физический контакт. То есть надо представить себе реакцию его хасидских помощников и габоев, что они могут сделать с этим человеком. А тут пророк. И Гейхази естественно начинает оттаскивать шунамис от пророка Ильиша. И все, и ничего. А что написано? Текст такой, что он приблизился ле-гад-фа, ле-гад-фа, оттолкнуть ее. Замечательно, что вот я специально посмотрел на всех комментаторов, здесь никто не приводит, что к тому не написано на эту тему. То есть настолько это тяжело, настолько это катастрофично, что никто это не, просто даже никто ничего не цитил. Это так, понимаете, два слова в тортате проход в недрах огромного листа, но я вынужден это сказать, потому что иначе все-таки непонятно личность этого человека. непонятно, что случилось с этим учеником и откуда произошла дальнейшая вся катастрофа, которая с ним была. Все, что с ним дальше произойдет. Ле-гад-фо, этот глагол оттолкнуть ее, толкнуть, разделяя на две части. Ле-гад-фо, ле-год-йо-фьо, что он как бы он схватил ее за величие ее красоты. то есть когда он ее оттаскивал, он одновременно держал ее за то место, которым женщина кормит ребенка, и это место фактически ощупывал. То есть он воспользовался моментом, когда он ее оттаскивал для такого действия. ну, опять-таки, конечно, это нарушение закона, очевидное нарушение холохии, что тут говорить. Но я привлекаю ваше внимание, потому что это не просто, но это катастрофа. Для такого членов, он не был женат. Но она замужем или не замуж. Нет, но он должен быть женат. Ученик пророков не указан. Здесь не указано, что он женат, что он не женат. По-простому, допустим, он не женат. Если мы сейчас войдем в Медраж и найдем, что у него там появится в некотором скором времени три сына, откуда-то возьмется, неизвестно, откуда возьмется, по Медражу, то может у него да, где-то была женат. Но шунами с этой женщиной очень видной действительно. Выдающихся достоин внешних. И пока он ее оттаскивал, он воспользовался мамином. Еще мужчина кроме такой мужчины. Это наверное неправильно понимает. Расстрелять, расстрелять, товарищи, стилетки. Я так понимаю, что мы не понимаем масштаб этих людей. Так я к чему говорю? Что чисто теоретически? Ну да, нарушил голову человек. Не выдержу. Ну мало ли что. Это ж в конце идолу не поклонился. Правильно? Субботу не нарушил. Истребление души за это не полагается. Нарушил человек голову? Ну надо раскаяться. Ну что такого-то? Ну опять-таки мы должны понять, что с этой самой хозяйкой кривоглазой та же самая песня. Для нас с вами кривоглазая и кривоглазая ничего. Вам надо выпить. Спасибо. Да, спасибо. Понимаете? Для нас ничего. А для ученика пророка, человека, который должен вроде как бы стать следующим руководителем еврейского народа, когда при живом Иерусалимском храме, понимаете, для него такое действие это конец света. это просто обрушение всех конструкций мировой горды. Потому что фактически что происходит? Происходит, что человек, который учится у пророка и должен стать пророком, то есть должен осуществлять связь мира с Богом, он не может руководить самим собой. Он даже собой не может руководить. То есть в тот момент, когда у него появляется возможность, он эту возможность просто не может. Пророк Ириша этого не видит. то есть он считает, что он просто оттаскивает. Просто оттаскивает. Да, просто оттаскивает. Панелькин, когда его задали. Да, он абсолютно, безусловно, он очень под большим впечатлением, потому что эта женщина никогда таких эмоций не демонстрировала. Она была всегда абсолютно спокойная, такая вдумчивая хозяйка своего дома и своего мужа. И вдруг она летит ему в ноги. Он же понял, что что-то случилось. понятно, что произошла великая беда, он сразу понял. Но он сказал, что Бог скрыл от меня. Кстати, говоря, что значит Бог скрыл от меня. Я вам почитаю Мальдуму Мальдуму на эту тему. Если Творец делает что-то путем наказания, пишет Мальдум, если он наказывает человека, тогда сначала он открывает тайну своим пророкам, как написано «Анакасе Аниме Авраам, скрою ли я от Авраама то, что я делаю ассоциация с Содомом». То есть если кого-то собираются наказывать, пророку дают информацию как главному дежурному по мирозданию. Но если это происходит не из-за наказания, а если происходит естественным образом, например, заболел и умер, но невозможно сообщать пророку о каждом человеке, который заболел и умер, тогда пророку не говорим. Поэтому сам факт того, что пророк Ильиш говорит «Бог мне не сообщил», это означает, что никто никого не наказал. И произошло какое-то естественное событие. Но какое еще может быть естественное событие здесь? На ребенка я вроде дал благословение, говорит пророк Ильиш. «Может, муж умер, но это естественное событие, он был старый. Но что тогда это такое вообще, почему вот так бросаться на пророка, хватать его за ноги? Он не понимает, что произошло. И он очень долго еще не поймет. Значит, давайте дальше будем потихонечку учить эту историю. тихо. Да, если это наказание, он должен был получить информацию, вот что он говорил. Если они там что-то наделали, папа и баба, совершили какой-то страшный гривен, творец должен был мне сказать, вот сейчас твоя шунамит, которая тебя принимала, ее муж, твои друзья, я у них заберу ребенка за такое-то преступление. информация никакой, горизонт чист, все тихо, значит, ничего такого не происходит особо. Какие-то естественные события, и мы должны понять, только зоа, только в кабале написано, что это было такое, что это было за естественные события, и надо отдать должность смелости нашего великого коммендатора, Мальбем это приводит коротко, но он приводит то, что написано, потому что иначе вообще невозможно понять, как это пророк дает прохуд ребенка, и ребенок умирает очень быстро. Да, совершенно естественным опытом. И тогда, продолжая держать за ноги пророка, то есть он ее тащит, а она не оттащит, он ее тащит, а она не говорит, пророку в этот момент, я разве просила сына у господина мой, вот это ее крик, она ему кричит, я что просила у тебя, это же была ваша идея, то есть это была идея вот этого Гейхарзи, который сейчас вот такой с ней делает, параллельно, это была его замечательная, он хотел ей сделать подарок, что она так замечательно их всех принимает, такая хорошая женщина, и пророку тоже понравилась эта идея его ученика, давай действительно ей браку на ребенка дать им, дали, я просил, я же говорила тебе, не лоташлеоти, вот как это, то есть она не говорила лоташлеоти, она не говорила не обманывай меня, не обманывай свою рабыню, то есть не делай некую вещь мне, которая будет временной, а не долгой, что я получу ребенка на короткий срок, то, что мы с вами в прошлый раз учили, а здесь она немножко переформулирует свою мысль, то есть здесь она, когда человек в состоянии аффекта, он же высказывает то, что внутри, то, что в глубине, и она говорит, что она действительно думала, когда она тогда говорила вот эту фразу не делай мне ничего такого временного, дай мне на долгое время ребенка, она как бы здесь говорит лотошле от слова ошибка, как бы не вводи в ошибку, но по-русски это звучит очень-очень слабо, не дезориентируй, не запутывай, не сбивай с толку, не сбивай с толку свою рабыну, я тебе говорил, не сбивай меня, что это такое? Это, в общем, очень глубокий здесь момент, претензия женщины к пророку крайне тяжелая, жесткая, связанная с тем, что очень часто, гораздо чаще, чем хотелось бы, улучшения, которые пророки, раввины, учителя вносят в жизнь какого-либо человека, улучшения, которые вносятся в жизнь какого-либо человека, ведут к большим неприятностям. К огромному сожалению, это очень редко можно рассчитать и очень тяжело отказаться от каких-либо улучшений, которые ты вносишь в жизнь человека, просто из-за опасения, что улучшенная жизнь приведет неприятность. Что я имею в виду? Ну вот, например, очень распространенный случай в раввинской практике, когда есть пара, муж и жена, которые живут уже лет 15-17, почти, может, 20 вместе, и отношения у них партнерские. Ну, большой любви между ними нет, близких каких-то отношений таких между ними тоже нет, человеческих, но общие дети, и вот они как-то тяну-кляну. Тут появляется раввин, смотрит на это дело, видит, что женщина несчастна в браке, муж несчастен в браке, то есть фактически, но он же налево ходить не может, потому что он религиозный человек, а она тем паче. И вот они так, в общем, люди в возрасте там 40-45 лет, когда еще все, в общем, в жизни должно быть хорошо, они вот такие вот несчастные. И раввин начинает делать работу психолога. Он начинает объяснять мужу, что он должен обратить внимание на свою жену, как на женщину, объяснять жене, что она должна воспрять духом, сбросить с себя вот это оцепенение семейной жизни многодетной заодно с десятка два паунда. То есть, в общем, как бы, начинает объяснять мужу и жене, что они еще очень даже молодые люди и должны как бы исполнять не только родительские функции, но и функции мужчины и женщины. Значит, часто это приводит к очень хорошим последствиям, а часто к очень плохим. К очень хорошим, естественно, как это приводит, понятно, что люди, значит, у них начинается ренессанс отношений, баруха шеем, и все прекрасно, и они оставляют своих детей, бабушки и дедушки, и едут на каникулы отдыхать вместе куда-нибудь на море. Равин доволен, все довольны, все счастны. К сожалению, так бывает не всегда. часто бывает так, что проснувшиеся эмоции, давно уже подавленные в себе, просыпаются, например, в разном масштабе. У мужа просыпаются в одном масштабе эти эмоции, а у жены в другом. Они уже вроде все подавили, они уже во всем забыли, они уже уговорили себя, что я уже живу только для детей, мне уже ничего не нужно. А тут пришел Равин. Вот. И все, рассказал, что все неправильно. И вот это несовпадение эмоций приводит к тому, что вместо просто такой вяло текущей неприятной тяжелой жизни, которая хотя бы имеет какой-то смысл, и она более-менее установлена, все вообще разваливается. Просто с огромной силой все начинает трещать, парфюма разваливается потому, что, например, жене, которая вдруг осознала себя женщиной. Она начинает обвинять во всем естественно своего мужа, что он ничего, так сказать, ей для этого не делал, ей не хватает этого мужа, или наоборот, мужу не хватает этой жены, которая вдруг вспомнила о том, что он еще молодой человек. И такое вообще начинается в этой семье, и естественно, самый главный виновник это Равин, потому что он выпустил джинны из этой бутылки, и теперь этот джин что хочет, то и делает. Вот. Вот. Понимаете? Поэтому в этих ситуациях надо быть крайне осторожным. Крайне осторожно влезать, и крайне осторожно давать советы, если есть какая-то серьезная опасность того, что вот произойдут какие-то еще более плохие события, еще более опасные. Тридцать раз надо подумать, что происходит в жизни Шунами с ее мужем. У нее старый муж, у нее нет детей. Чем она занимается? Она занимается благотворительностью. Она устраивает у себя дома специальную комнату для пророка. Она поддерживает иудаизм в этих отчаянных условиях, она его отчаянных условиях северного, этого южного, северного царства, заговорюсь, северного царства, где находится ее раб, сын Ахава, и где идолопоклонство, и где все необретели. В отчаянных условиях она поддерживает настоящую еврейскую религию для тех минимальных оставшихся евреев, которые ее придерживаются. Она нашла себе нишу. Ну да, нет у нее детей. Она как бы успокоилась. Теперь что происходит? Появляется Равин. Появляется пророк Илиша. И говорит, давай мы тебе сделаем подарок. У тебя родится сын, не надо меня сбивать с толпами. Пожалуйста. Потому что если он, например, родится и все будет хорошо, ну, мы же говорим, бывают случаи, когда все хорошо заканчивается, вмешательство Равина, как это ни странно, довольно часто заканчивается хорошо. То есть, если все будет хорошо надолго, как положено, да, хорошо. Но я, она говорит, я не чувствую. У меня нет ощущения, что все будет хорошо надолго. У меня есть причина для этого. Мы сами говорили, что она что-то такое понимает, что может потом только пророк Иниша понять. Она чувствует, что ничего хорошего из этого не выйдет, из этого ребенка, из этого рождения нового человека. и поэтому она говорит, я тебя же просила не сбивать меня. У меня была какая-то жизнь. Как-то все было организовано, как-то все шло. Сейчас, ты посмотри, во что я превратил. У меня вдруг появился ребенок, я с ума сошла от счастья, теперь я с ума сошла от горя. И вообще никакой жизни нет. Это вот то, что она хочет сказать, когда говорит, Наташи, я тебе говорила не сбивать меня. Пусть я жила плохо, пусть я страдала из-за того, что у меня не было детей, но у меня был какой-то порядок в жизни. Хоть что-то было организовано. Реакция пророка лишь следующая. Он обращается к гей-хази, опять к ученику. Удивительная история. Говорит, припоясывай свои чресла, то есть иди, готовься, одевайся, возьми мой посох в свою руку и иди. И когда тебя найдет какой-то человек, даже если найдет, значит найдет, ты должен так идти, чтобы тебя никто не нашел, чтобы тебя никто не видел. Но если вдруг тебя кто-нибудь найдет с моим посохом, идет ученик пророка. Один. С посохом пророка. Человек, который живет в этих краях, может узнать и ученика, и посох. Ты куда вообще? Что происходит? Просто так эти все переходы туда-сюда не делались. Если тебя найдет человек, не благословляй его. и когда он тебя благословит, то есть даже если поздоровится, не отвечай. То есть ты берешь посох и идешь так, чтобы тебя никто не видел, даже если кто-то увидит никаких разговоров, и ты должен положить этот посох на лицо ребенка. Вот такой фокус. Объясняет Мальдор, что пророк Ильиша не поверил, что ребенок умер. Просто не поверил. Не может быть. Моя бракха, ребенок умер, не. Она, наверное, ну, ребенок потерял сознание, например, он же был там, где там, может быть, там ходил, сейчас очень жаркие дни, солнечный удар. А ребенок просто потерял сознание. Она не разобралась, сумасшедшая еврейская мама прибежала, схватила за ноги. Не нужно никуда бежать. Вот возьми мой посох, положишь на ребенка, я сейчас зарядил тебе этот посох, сейчас ты с этим заряженным посохом ни с кем не встречешься, не встретишься, если встретишься, ни с кем не будешь разговаривать, то есть ты полностью сконцентрировал на этом предмете, ты идешь с этой энергией, с этим предметом, не расплеская только, кладешь на лицо ребенку, все будет хорошо. Выздоровею, ничего. Она-то, знаешь, ребенок умеет. Поэтому, когда Гейхази уходит с посохом, а он тут же уходит с посохом, она говорит, что я клянусь Богом и твоей жизнью, что я тебя не оставлю. Причем, видимо, она говорит это настолько убежденно, что он не вступает с ней в прение пророка Ниши. Он ничего не говорит. Он встает и идет за ним. И вот такая интересная, значит, ситуация. Ушел Гейхази, пошел быстро, значит, с этим посохом. Ну, как объясняется в Медраше, опять-таки, нестижимая вещь. Ему сказали, ему дали четкую инструкцию. непонятно, почему. Он разговаривал с людьми по дороге. Его спрашивали, ты куда идешь? Видишь, иду возвращать жизнь мертвую. На великое дело не отвлекаюсь. Но он пришел первым. Положил посох на лицо ребенка и знаменитый текст Танаха «Ни звука, ни внимания». То есть не только нету звука никакого, но даже и вслушиваться не уж. То есть никаких изменений. Посох уже давно разрядился по дороге, пока он со всеми разговаривал. Очень интересно с посохом. Это известный фокус, который до сегодня применяется на самом деле с посохом. Потому что вот этот вот жезл, на который человек опирается, ходит, опирается, раввин, пророк, каббалист, он приобретает какую-то определенную энергию. Не дай Бог, давайте не будем ничего фетишизировать, да, но что есть, то есть. И, например, я очень хорошо знаю, что периодически раби Давида Абухацыра, внук Баба Сани, внук Рабисроя, он использует посох, причем не своего деда даже, а того еврея, который с его дедом, с Баба Сани, постоянно вместе изучал Тор. То есть даже Баба Сани, даже человек, который так, чуть ли не летать мог, ну тот самый, который разливал рак из бутылки, значит, ну он не только был известен тем, что он разливал рак, вы понимаете, он был известен, Бог знает, с каким количеством всяких удивительных вещей, так даже он имел просто хирусу, то есть человека, с которым он изучал Тору. И вот этот человек, он с этой палочкой, уже будучи пожилым, ходил учиться, учить Тору к Баба Сану. Ходил к нему туда и обратно, туда и обратно, с этой палочкой. Эту палочку передал по наследству Раби Давиду, внуку, деду, именно палочку. С этой палочкой к нему человек ходил. И если есть какая-то, например, болезнь большая, серьезная, человек очень серьезно болен. Раби Давид это практикует. Он говорит принести эту палку, и говорит человеку, держись! И того-сого прям семь потов сходит, пока он за эту палку держится. То есть технология отработанная. Старая технология с палкой, видите, еще как... Но здесь абсолютно пустой. И откуда Мальбе мучает, что пророк Ильиша не поверил, что ребенок умер? Потому что Гейхази выходит на встречу к Ильишу и говорит ему, что ребенок не проснулся, не очнулся. Лойкиц. Жил, и не очнулся. Никто не думал, что он умер. И вот только тогда, когда Ильиша заходит в комнату свою, в которой он обычно останавливается, и видит этого юношу, ребенка, написано, мушка, что он мертвый, положен на кровать. Но Мальбе ему очень точно подчеркивает, что тогда, когда его клали на кровати, он уже был мертвый. Откуда это видно? Пророк Ильиша считает, наверное, не без оснований, что если бы он был еще живой, когда его положили на его спальное место, то там бы он уж точно не умер. Ну, организировал бы там, болел. Но так же прямо умереть на кровати, где спит пророк Ильиша, извините, такое имя вообще не бывает. Значит, на его кровать, где он спит, положили труп. Интереснейший вопрос задается в Талмуде, в трактате «Недавно». Может быть, как-то вернемся к этому, у нас сейчас не очень много времени остается. Надо разбираться с этой историей более подробно, почему же все-таки это все случилось. Но вопрос потрясающий. А этот мальчик, он распространяет ритуальную нечистоту или нет? То есть, он таки доумен? То есть, это действительно труп? Или это все-таки... Ну, сейчас же его будут оживлять. Интересно. Он заходит к пророк Ильиша, закрывает дверь, за ними, за обоями, очень важная деталь. Мы к ней сегодня обязательно вернемся. Он остается вдвоем в комнате. Начинает молиться. Мальбин обращает внимание очень точно, что никакие другие удивительные явления, которые демонстрировал Ильиша, не сопровождались молитвой. Он не молился перед тем, как делать всякие свои чудесные дела. Он так все делал. Легким движением руки, мощь какая была в человеке. Тут нет. Тут по-другому. Он начинает молиться. После этого он ложится на ребенка. Пророк, какие утруждения невероятные. Он ложится на этого ребенка, телом на тело. Он кладет свои уста к его уставности. Он начинает в него дышать своим пророческим дыханием. Свои глаза прижимает к его глазам. Свои ладони специально вот так вот четко кладет на него ладони. Специальный механизм. И дальше странная очень фраза, которую никто не понимает. Вайгаралов. И он на нем глагол Вайгар. Что там на нем он делал? Вайгар. Что это такое? И простой перевод этого слова «измучился», «устал». То есть он настолько напрягался во время вот этого вот акта передачи фактически своей жизни. Энергии. Своей жизни, да? Этому мертвому ребенку, что он весь выбился из сил. Человек, который обладал двойной силой пророка Ильяга, выбился из сил, лежа на этом ребенке, чтобы его ожилить. И, значит, ничего не добился. Единственное, что он добился, что чуть-чуть потеплела плоть. Чуть-чуть, как будто бы теплота какая-то. Он не перестал быть таким холодным. А это неизвестно же от чего. Он же на нем долго лежал. Может быть, он просто его согрел физически своим телом. Единственное, что вот чуть-чуть. Тогда он встал и прошелся по своей комнате туда-сюда, пророк Ильяша. А какая процедура? Туда-сюда. И опять лег на ребенка. И повторил всю эту процедуру. И только после этого ребенок чихнул семь раз и очнулся. Ну, опять он зовет Гейхази. Невероятное постоянство. Везде обращение к ученику любимому. Он говорит, позови эту шунамес. Эту. Гейхази ее зовет. После того, как она приходит, Ильяша говорит ей всего два слова. Сы-и-пне. Унеси своего сына. Она падает ему в ноги, кланяется, забирает ребенка и уходит. Все это замечательно. Еще бы хорошо понять, что здесь случилось. Значит, что же все-таки объясняется в каббалистической книге в основной на тему всей этой истории? Оказывается, что здесь идет разговор до какой-то степени. О том, о чем мы немножко говорили в прошлый раз, когда речь шла про кладирование. Когда мы говорили о том, что существует вообще вот эта идея, процедура возникновения еще одной жизни из имеющейся. И мы с вами говорили достаточно жестко и четко, что клон не считается по-голохе человеком. Не считается он по-голохе человеком потому, что он возник в мире не в результате соития мужчин и женщин. А вот сейчас давайте мы спросим, ну и что? Чем он отличается от человека? Почему только тот, кто возникает в результате соития, то есть естественным путем, он является человеком? А если из такого же человека сделать абсолютно такого же, он уже как человек не квалифицируется. Это биоробот, если его убить, это не называется убийство, если его обокрасят, то есть, ну, почему? Простой ответ на этот вопрос мы уже неоднократно дали, потому что Всевышний дает душу человеку в момент зачатия. Но в чем здесь смысл? Оказывается, тут очень простая картина, связанная с тем, что написано в Талмуде, в трактате «Неда». Существует три компаньона, три участников в создании человека. Всевышний, Папа и Мама. И совершенно необходимо, чтобы Папа и Мама участвовали в создании Рима. Необходимо это потому, что мы с вами неоднократно говорим, существует как бы две стороны мира основных. Есть, как это называется в Зоваре, в Кабале, на языке Кабалы на арамейском, ситра де дхура, то есть сторона мужская. Условно говоря, правая сторона, и ситра де дхура и женская сторона, условно говоря, левая. И поскольку эти две стороны, они в самых тонких, сложных вариантах сочетаются в этом мире, бывает больше немножко того, бывает больше. Это очень сложно, как они. Но в общем и целом, все происходит благодаря сочетанию этих влияний. Право, вы и лево. Теперь, что случится, если какое-то из этих влияний не будет происходить? Если его вообще не будет? Тогда произойдет то, что называется как будто бы клон. То есть не человек родится, который должен иметь влияние с обеих сторон, должен быть связан со всем миром, должен быть элементом мира. В чем дело же? Дело в том, что человек должен быть элементом всего мира, в котором он рождается. А для того, чтобы быть элементом всего этого мира, он должен держаться за обе стороны. Следующий текст приводит Мальд. Именно потому должен был молиться пророк Ириша. Только в этом случае. Ни в каких других не должен был молиться. Потому что возвращение духа к телам мертвым не передается посланнику. Мы с вами говорили, что есть три ключа, которые не передаются посланнику. И один из ключей – это ключ с хенесовесием оживления мертвых. Вернуть душу человеку нельзя без участия Всевышнего. Поэтому нужно было обращаться напрямую. И единственное, что он мог сделать – это приготовить тело. То есть он лежал на этом теле, он его готовил. Но вернуть душу мог только творец. И как объясняется в книге Зона. Ребенок умер потому, что пророк Ириша сказал, «ты обнимешь ребенка». Жуткая идея. Когда вся эта история началась, пророк Ириша говорит ей, «ты обнимешь». Почему он говорит? Мы все время спрашиваем себя. Почему он начал с этой фразы «ты обнимешь ребенка»? Почему у тебя не будет ребенка? Потому что этот ребенок был именно у нее. Это был ее ребенок. С ее стороны. Он был с женской стороны, пишет Мальбер. То есть, как будто только мама была готова родить ребенка. А не папа. Ну, мы с вами понимаем. Этот папа – старый человек. Который вообще не участвовал ни в каких этих отношениях. Он даже не являлся инициатором всего того, что делал для пророка Ириши, понимаете? Он же был там просто на правах помощника, в лучшем случае, своей жены. Жена командовала домикой. Она предложила строить эту, делать эту пристройку для Ириши. Она все время Ириши принимала, накормила. Она все делала сама. Муж просто присутствовал, как тень. И поэтому, поскольку он ни в чем вообще не участвовал, вот эта награда – у тебя будет ребенок. Пророк Ириши вынужден был так сказать. Может быть, он даже сам не сразу понял, насколько это страшная ситуация. Но он говорит, что это твоя награда. Ну, это же действительно так. Твоя награда – твой ребенок. Вот эти, ты будешь обнимать ребенка. Не у вас будет, а ты будешь обнимать. Нечто похожее мы уже видели. Когда Всевышний сообщил про отцов Рааму, у ли Сара В, у Сары будет ребенок. Жуткое слово. У Сары. И что, зачем закончилось? Тем же самым. Летальный исход. Жертвоприношение. Нужно было сначала убить этого ребенка, чтобы возродить его к новой жизни. Потому что, когда ребенок приходит со стороны только мамы, ну или только папы, в данном случае, только с женской стороны. То есть только маменький сын, только маменький. Только маменький. Папа, он как бы какое-то участие, безусловно, ну формальный персонаж. Некто, кто живет тоже в этой квартире. Папа. В этой ситуации ребенок не может нормально жить. Естественным процессом для жизни этого ребенка, не дай бог, не дай бог, не про кого будет сказано, является умирание. Это естественный процесс. Поэтому Ириша говорит, никого тут ничего не наказывают. Я не получил никакой информации. А что? И он только через некоторое время понимает, что родился ребенок на одной стороне, только мамин сын. Папа абсолютно как бы не дал по-настоящему с правой стороны, с мужской стороны не дал силы этого ребенку. И поэтому естественный процесс для этого ребенка умирать. Когда? Когда он отрывается от мамы. Как мы с вами читаем в книге прямым текстом, он уходит от мамы в поле к отцу. Остается, может быть, первый раз там наедине с отцом на долгое время в поле. Голова, голова, ему плохо. И папа умный человек. Он понимает, что этот ребенок как бы полная заслуга полностью его женой. Несите ребенка к матери, говорит он. Единственное, что необходимо, ребенок должен соединиться с мамой. Еврейский мальчик не может без мамы. Немедленно маму. Его несут к маме. И она сажает его к себе на коленке. Понимаете? И это он думает, что сейчас он выздоровеет. Как же? Если еврейская мама посадила мальчика на коленке, что он не выздоровеет. Естественный процесс умирания идет. Он умирает. Потому что папа ни при чем. А как исправить? Спрашивается. А что делать тогда? Если такую жуткую вещь сделали. Пишет мальчик. И Элиша. И Шпиер. Повлиял ему. Дал ему. Другой дух с мужской стороны. И перевел на него от своей жизни. Значит, кто настоящий как бы отец? Понятно. Ситуация совершенно поразительная. То есть был отец. Формально, биологически, как сейчас называют, отец был. Это был муж. Она забеременела от своего мужа. Несмотря на то, что он стал. Но, поскольку этот муж ни в чем не принимал участие. И что он был абсолютно отстранен, фактически, от всех дел в семье. Ребенок был только мамин. И оказалось, что ребенок не отца. И что он как будто не умирает. И как только он соединился с отцом. Почему голова? Голова моя, голова моя, кричит ребенок. Потому что интеллектуальная часть. Хотим мы этого или не хотим. Должна все-таки вкладываться отцом, прежде всего. То есть, ну, очень часто бывает, что наши еврейские женщины очень много ума, разума дают своим детям. Это безусловно так. Но невозможно. Голова ребенка не может нормально функционировать, существовать, если отец в нее не вкладывает интеллект и информацию. Просто не бывает в ней. И он не родной, как бы, для своего отца в этой ситуации. И он начинает кричать, голова моя, голова моя. Беда? То есть, фактически, пророк Илиша вынужден заменить этому ребенку отца. Потому что он сделал такую вещь. Сделал такой великий подарок этой женщине. И он должен заменить этому ребенка отца. Ну, мы, естественно, спрашиваем. Пророк Ильиша, он не понимал всех этих моментов, он не мог разобраться во всех этих тонкостях изначально, понять, что есть опасность во всяком случае, что есть такой перекос в этой семье, что в этой семье с одной стороны, абсолютно доминирующая мать, жена, и абсолютно ничего не решающий, ничего не участвующий отец. И что давать благословение только на мать? Это просто опасность для ребенка, это вообще односторонняя вещь. Это чуть ли не человек, это какой-то полуклон рождается. Не с двух сторон приходит в этот мир, не держится за этот мир целиком, только за одну сторону. Тут жуткая вещь, так и с другой вальвер. Поскольку он находится только с левой стороны, со стороны суда, как чьи ноги спускаются в смерть. То есть, если им оставить в мире одну левую сторону, сторону суда и наказание, так все, мир не может существовать, все просто уничтожается, разрушается, умирает. Что и произошло. Ильиша не мог этого просчитать. Почему он принимает эту идею в гейхозе своего ученика? Оказывается, удивительная вещь. Что рождается очень важный человек. Дело еще тут в том, что Ильиша понимает, чувствует пророк, что у этой женщины должен родиться выдающийся еврей. Такая выдающаяся женщина, она должна стать матерью выдающегося человека. Человеку, которому предстоит оставить огромный след еврейской истории. Этот ребенок, это пророк Хавакук. В нееврейской, не кошерной транскрипции Авакук, он, конечно, никакой не Авакук. Хавакук, правильно его зовут. Есть такая книга, одна из 12 книг пророков, после пророка Ехескеля. Это было очень интересное время и очень интересные отношения были у Хавакука с Творцом. Он предъявлял претензии к Творцу. Причем настолько жесткие, что потом вынужден был раскаиваться и просить прощения. Но это уже было ближе к разрушению. Ближе к разрушению первого храма, и Хавакук, уже будучи очень старым человеком, предчувствуя трагедию, говорил с Богом об этой трагедии. И поскольку Илиша чувствует, что этот ребенок должен родиться обязательно, это еще очень сильно его дезориентирует. Еще очень сильно дезориентирует его, потому что все предопределено. Это правильная ситуация, правильная мама и правильный сын. И все-таки, поскольку все это именно так организовывается, приходится ему вот так вот оживлять этого ребенка. И это Ситр и Дэддин, это сторона суда, которая в этом ребенке находится, удивительная. Она все равно сработала. Пророк Хавакук в начале своей книги, что он начинает делать? Он начинает осуждать. И еще кого? Он нападает на Всевышнего даже. То есть, все это абсолютно не случайные, естественные моменты, которые тянутся одними за другими. Возьми своего сына, говорит Хей и Пророк Илиша. Неси своего сына. Единственное, что он не понял. Показывая таким образом, что он тоже понял. Что он тоже понял, что случилось. Это только твой сын в этом бедах. Он, естественно, не рассказывает ей, что теперь это и его сын. Возьми нашего сына. Конечно, об этом разговора нет. Возьми своего сына. Это твой сын, и поэтому такая вот беда произошла. Твой муж, к сожалению, не стоит на нужном уровне. Мы с вами неоднократно говорили о том, что есть такое-то лунгическое понятие. Зивук Оле-Яфе. Пара поднимается хорошо. Получается хорошо. Это тогда, когда муж и жена подходят друг к другу. Находятся на близких друг другу позициях. И когда этого не происходит, это огромная беда. Вы видите, какие страшные неприятности могут происходить тогда, когда муж и жена не соответствуют друг к другу. Тогда, когда они находятся на совершенно разных уровнях. Скажем, или интеллектуально, или духовно, или даже, может быть, финансово. Можем. В частности, есть огромная проблема, знаете, на эту тему. Это я просто в скобах напоминаю вам в Талмуде, в трактате Псохе. Как-то говорили о Коинах. Огромная проблема жениться на девочках из коинских семей. Бывает, говорит Талмуд, что это невероятная просто удача. Какой-нибудь очень образованный раввин, большой талмудист. Если он женится на дочке Коина, он, может быть, таким образом еще и станет невероятно богатым человеком. Были люди, которые потрясающе разбогател. Равпопа был такой великий талмудист. Потрясающе разбогател. Как только женился на коинской ночь. А бывали случаи, например, когда человек женился на коинской ночь. И после этого говорил, что не хочет потомство Аарона прилепиться ко мне. Чувствовал, что не идет. Чувствовал, что не получает, что не соответствует он этому уровню коинскому, уровню коинских потомков. Одно другому не монтироваться. То есть здесь нужно быть очень-очень осторожным. Очень хорошо понимать. Сегодня мы в этом очень плохо, конечно, разбираемся. Но перед тем, как заключается любой брак, мы, конечно, пытаемся изо всех сил добиться того, чтобы люди все-таки были, как мы говорим в Талмуде, как там написано, «Инвеагефен, биенвеагефен», «виноградная лоза с виноградной лозой». То есть вот, чтобы сплеталось единородное, похожее одно сплеталось с другим. Чтобы люди все-таки были близки друг другу. И дальше происходят очень большие сложности. И когда они не происходят, это великое благословение. И сейчас у нас считается, что браки, которые заключаются из совершенно разных общин, на них есть благословение. Сейчас считается. Почему? Потому что считается, что мы живем сейчас во времена Акифты де Машиха, время перед приходом Машиха. И сейчас время объединения еврейского народа. И поэтому, допустим, какая-нибудь цифарская девушка, совершенно очень далекая от этого ашкеназского образа жизни и всех ашкеназских законов, выходит замуж за ашкеназа, и вроде бы совершенно из разных мест они происходят, и разное воспитание. Все. Мы считаем, что это хорошо, потому что это знак объединения еврейского народа, и что есть сейчас на этом благословение. Но в принципе, вообще говоря, это, конечно, очень опасный фокус. Потому что, может быть, все шумно. Тогда, когда люди действительно из разных мест, из разного культурного слоя, и подготовки, и знаний разных, и уровней разных, это вот никогда нельзя забывать эту семью. Шунамис и ее муж. Люди, которые прожили большую жизнь. И фактически получилось, что муж, он как бы, ну, чуть ли не никто в этой семье. Есть только жена, которая все делает, функционирует, работает, все устраивает. И когда муж ее спрашивает о чем-то, а зачем ты идешь к пророку, сейчас же не суббота, она говорит, шалом и уходит. Все. Такая вот семейная жизнь. Что делать, это хороший вопрос. Понимаете? Что делать, это вопрос, который надо решать, конечно, индивидуально. Надо смотреть, надо смотреть на каждую конкретную ситуацию. Отдельно, что делать. Кому-то надо уходить, кому-то надо оставаться, как-то надо переделывать, что-то надо менять. Но факт такого существования, он... Это страшновато будет. Страшновато. Поэтому мы... А что, где войска в Талмуде? Вот почему такой брак произошел? Она была богатая женщина. Он такой, я не знаю, кто никто. Зачем она вышла за такого человека? Зачем он ее не знал? Да, стало. Знаете, вместе у нас с вами был гораздо более яркий вопрос, блестящий, просто прообегает. Обегает женщина, которая единственная во всем Танахе, при ней написанного оценки, прекрасная разумом женщина. Будущая жена царя Давида. Так она вышла за Навала. За человека, который... Каждый называл этого человека мерзавцем. То есть, был всем известный, жадный, отвратительный. Мы спрашивали, как же это такое может быть, что такая праведница великая, святая женщина, оказывается замужем. Но там, хоть были какие-то объяснения, что, может быть, она выходила за него замуж, она была очень молодая, она не разобралась. А он в этот момент как раз был очень богатый при этом. Она очень-очень молодая, не разобралась, а он при этом был очень богатый, был богатейший человек, был олигархом. А здесь ведь нет. А здесь непонятно. И в том, что... Тоже она была очень... Ясно, что она была очень маленькая, когда она выходила за него замужем. Тогда же очень рано выдавали. И тогда было распространено, что очень маленькую девочку выдавали замуж за взрослого мужчину. И до какого-то момента, наверное, все было нормально. Откуда этот взрослый мужчина брался к жена? То ли, например, умерла жена у него, то ли, например, убили, война, мало ли что. И вот, значит, родители договорились. Очень часто было, что вот друг папы и маленькая девочка, и вот за этого друга папа, папа выдает свою дочку. То есть разница в возрасте была очень большая. Это было, в общем, совершенно нормально. Теоретически. И было бы все хорошо, если бы она из этой маленькой девочки не превратилась в такую гениальную женщину, которая за всем следит, всем руководит, везде командует. А он постарел. Да? Серьезная проблема. Мы с Божьей помощью в следующий раз продолжим эту тему обсуждать. Что? Здесь. Какогоwed к другим. Продолжение следует...